Никто не любит пранкерам Которые таким образом шутят, называют пранкерами, людьми, которые разыгрывают других. Но тут уж не просто розыгрыш получается. Настоящее расследование с помощью телефонной связи или скайпа. Напомню, именно так удалось выяснить, что знает Коломойский о крушении Боинга на Украине. А с Боингом чё? В смысле? Я уверен, что это ваше крушение. Я перестану, что ты застреливаешься. Мальмоли там, случаях, только кто хлебает дому, попали под руку. Это как раз нормально, чё страшно. Пранкер Владимир Краснов, гость нашей студии. Здравствуйте. Человек, в друзьях у которого Макин, Саакашвили, Коломойский, по-моему. Кто ещё? Да, Ренат Ахметов, Кличко. Ну, я не могу сказать, что в друзьях, слава богу. Вот, ну, я с ними общался. И, в принципе, периодически, наверное, и могу это повторить. Неужели олигарх, миллиардер, человек, безусловно, умный, с которым вы общались не просто по телефону, а по скайпу, то есть он видел собеседника, мог повестись на такой розыгрыш? Ну, в принципе, как это всё происходило? Его, я думаю, что зацепило вот смс, которую Алексей ему направил, якобы о том, что у него есть компромат на главного врага Коломойского, это Олега Лешко. А Алексей представлялся Губаревым, губернатором. Он отправил ему смс, что он такой-то такой, что он Губарев, и у него есть компромат на Олега Лешко, собственно, как раз, который очень порочит его репутацию и сорвёт, собственно, его вот предвыборную кампанию. И буквально через 15 минут Коломойский самому перезвонил, начался такой диалог, и потом Алексей сам предложил ему, что давайте, чтобы нас не прослушивали на всякий случай, выйдем по скайпу в видеоконференцию, там уже лично пообщаемся. Алексей просто несколько похож на Павла Губарева. Его подгримировали? Да, 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 сделали ему хороший грим, вот, и Коломойский, он не почуял подвоха. Я думаю, здесь просто была такая жажда наживы, вот, и попытка получить в друзья себе одного из лидеров ополчения, чтобы потом уже влиять на Донбасс. Ведь, как мы поняли, из всех вот этих диалогов, собственно, зачем Коломойский выходил на связь, ему не только компромат нужен был на Лешко, но и он хотел получить бизнес-активы, которые сейчас находятся, собственно, которые были раньше у Рината Ахметова. Самого богатого человека Украины, и теперь на его место пытается, вот, пройти господин Коломойский, и для этого он пытается как раз подружиться, скажем так, с ополчением. Чего здесь больше в том процессе, когда вы втираетесь в доверие таким людям, людям, там, из первой десятки, цитируемых, например, психологии, технологии, как вам удается это сделать? И потому что они просто не ожидают, что им вообще кто-то позвонит? Ну, для начала мы готовимся, естественно, изучаем информацию, какие-то медийные события, основные прекрасные, если есть у тебя инсайт какой-то, которым никто не знает. Ну и, в принципе, я думаю, что люди такого высокого уровня, они просто не верят, что кто-то может вот так позвонить, попытаться их развести. А как вам с Кличко удалось поговорить? Ведь он же все-таки чиновник, и к нему на мобильный дозвониться, наверное, непросто. Я был Антоном Герасченко, это советник министра МВД Арсена Авакова. Я сказал, что очень хочу пообщаться с Кличкою. Кавычках, большой любитель России. Да, 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 ну, там все любители большие в кавычках. Вот, и где-то на следующий день мне позвонил. Виталий, очень трудно было с ним соединиться, потому что там мне все рассказывали, ой, у него такой график, он там очень занят проблемами водоснабжения. Ну, и на следующий день мне позвонила помощница и как бы передала... Вы сами понимаете, что в какой-то степени выполняете некую функцию разведчика, да и еще с легендой получается? Ну, есть такое, да, да, да. И в какой-то степени мы, наверное, вот этими всеми звонками последними и видео с Коломойским влияли на внутреннюю политику Украины. А когда понимают, что вы не тот человек, за которого себя выдаёте, какая реакция приходит? Вот, приходят. Обычно все сразу прячутся, не выходят больше на связь. Ну, вот, например, как было с Саакашвили, мне звонила потом его помощница, и она так заявила. Вы знаете, вы что думаете, мы не записывали разговоры, мы все писали. Эти все разговоры переданы уже в ЦРУ. Если вы еще будете нам звонить, мы будете отвечать перед ЦРУ. А потом как раз мне позвонил такой мужчина, который представился братом Михаила Саакашвили, Давидом. Я, конечно, на 100% не могу говорить, он это был. Может, они тоже стали заниматься тем же самым? Да, 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 причем со скрытого номера. И он так меня предупредил уже, не в юридической плоскости, а, скажем так, более грубо уже, что вот за такие звоночки можно и поплатиться. А вы звоните, кстати, с каких номеров? У вас украинские есть? Да, вот мне специально знакомое привезли с Украины, несколько сим-карт, и вот я как раз ими пользуюсь. Порошенко, у вас была попытка связаться, чтобы хотя бы пообщаться двумя словами, переброситься, получилось? Получилось. Сначала мы позвонили, естественно, там через специальный телефон, телефон-спецкоммутатор, это был правительственные связи Украины. Я получил к нему доступ, можно сказать. Позвонили, мы попросили соединить с господином Порошенко. Ну и где-то через, там, в течение часа нам позвонили как раз прямо из самолета, с неба над Атлантикой. Адъютант сказал, вот сейчас господин Порошенко хочет с вами поговорить. Спасибо, но, думаю, теперь те ваши собеседники, которые не знали, кто с ними говорит, могут познакомиться с вами, по крайней мере, увидеть вас в лицо. Спасибо, у нас в студии был Владимир Краснов, пранкер и журналист, человек, который общается с сильными мира всего. Таким был день, и как пройдет завтра, увидим. Это была программа «Вести в 23». Я Максим Киселев. Всего вам доброго.